здравствуйте уважаемые садоводы и огородники меня зовут русских иван я приветствую вас на канале про цветок сегодня мы поговорим с вами об одном очень популярном и модном мероприятии по улучшению структуры почвы таком как использование яичных скорлупок скорлупы яиц для нейтрализации кислых почв и для обогащения почвы различными минеральными веществами насколько этот способ эффективен и стоит ли его использовать скорлупа яиц весит примерно 5 грамм на среднее яйцо и состоит преимущественно из мела из карбоната кальция в этой связи конечно карбонат кальция является наиболее эффективным веществом для нейтрализации кислой реакции почвы соответственно ну есть такое мнение что заготовка скорлупы и внесение ее в землю способствует нейтрализации кислотности почвы это конечно же верно но давайте подумаем вот о чем дело в том что скорлупа обладает очень такой плотной структурой и разлагается в земле то есть растворяется с помощью почвенных кислот с помощью микробиологических каких-то процессов достаточно длительное время для того чтобы иметь представление о том насколько дольше это происходит чем внесение обыкновенного мела мы сделали такой очень простой буквально детсадовский эксперимент мы взяли скорлупку яйца залили ее уксусом и взяли измельченную скорлупу ну примерно там пол сантиметра на пол сантиметра иметь мельче кусочки и вот мы уже полчаса ждем чтобы она растворилась и она никак не может раствориться при этом случае если бы мы сюда положили например чайную ложку мела и залили уксусом то реакция шла бы минут пять не больше соответственно можно примерно представить в какое количество времени дольше насколько дольше эта скорлупа будет лежать в земле и нейтрализовать почву приводить ее в нормальное состояние по кислотности нежели чем внесение обыкновенного мела вот из-за такой очень плотной структуры скорлупы для того чтобы она была действительно эффективна ее надо размалывать совершенно в муку ну то есть приводить в то же состояние котором находится и мел разумеется что это достаточно трудоемкой трудоемкая процедура и сложный процесс поэтому просто измельчение такими небольшими кусочками внесения в почву хотя и имеет определенный эффект но этот эффект появится очень очень через много лет и будет наступать очень долго поэтому каких-то достаточно быстрых эффектов ожидать не стоит это необходимо иметь ввиду когда вы для нейтрализации почвы используется яичную скорлупу то есть надо понимать что если мел или доломитовая мука начинает нормально действовать примерно через год после ее внесения поэтому необходимо вносить ее заранее до того как вам придет мысль или там идея какая-то что почва ваша кислая надо нейтрализовать и растение текущего сезона страдают от кислореакции почвы или от недостатка кальция то при внесении скорлупы вы также должны понимать что это может растянуться процесс нейтрализации почвы на 5-6 лет еще одним важным нюансом является доза вот как я уже вначале сказал вес скорлупы примерно 1 скорлупки яйца примерно 5 грамм для того чтобы нейтрализовать до нормальных величин кислую почву средний кислотности не очень высокую необходимо примерно 200 грамм доломитовой муки или мела на квадратный метр земли или примерно 30-40 грамм мела или той же доломитовой муки на лунку для посадки томатов которые в общем чувствительны к недостатку кальция и к повышенной кислотности хотя и в меньшей степени чем другие культуры это что касается именно кислотности так вот исходя из этого нам необходимо для того чтобы привести в нормальное состояние почву примерно использовать 40 скорлупок на 1 квадратный метр ну и соответственно до 10 штук скорлупок на одну лунку под томаты поэтому вот эти дозы которые там одно яйцо или две скорлупки туда надо положить они в общем совершенно ничтожны и не будут иметь никакого эффекта конечно если вы ее туда положите эту скорлупу то вреда никакого не будет и постепенно постепенно очень долго будет формироваться какая-то польза но вред от использования скорлупы состоит только в том что вы можете заблуждаться относительной эффективности этого способа улучшения почвы и не использовать иные способы более быстрые способы для нейтрализации кислой почвы поэтому все таки если у вас имеются и скорлупки тоже то вам стоит использовать и мел и скорлупу как одна блогер хорошо написала в комментариях когда она комментировала целесообразность использования хлебных корок остатков хлеба при закладке в лунку при посадке томатов что этот способ годится только для тех у кого эти хлебные корки есть и вместо того чтобы выбросить до их туда можно заложить большой пользы не будет но и вреда тоже никакого ну где-то там микрофлора подкормится это все неплохо вот со скорлупой яиц тоже самое никакой панацея никаких чудес от этого не будет и быстрого эффекта не будет просто если вы их собираете если они у вас есть если вам охота с этим возиться то вы можете это делать но это ни в коей мере не говорит о том что не надо использовать нормальные стандартные методы по улучшению структуры почв по нейтрализации кислых почв я благодарю вас за внимание надеюсь что мы теперь ясно будем мыслить об использовании яичной скорлупы в садоводстве огородничестве оставляйте свои комментарии задавайте вопросы на тему кислотности почв на тему использования различных таких вот остатков продуктов питания субстратов что положить лучше в компот что лучше положить в яму как как что использовать если вам это интересно оставляйте комментарии делитесь своим мнением кроме того нажимайте лайк если это видео вам понравилось подписывайтесь на наш канал нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить наши выпуски. Довольно много материалов мы печатаем в журнале «Урожайные сотки», поэтому если интернет вам не всегда доступен, вам хочется узнать что-то важное, что было в наших выпусках, читайте этот журнал, вы там найдете много-много интересного. Я на этом прощаюсь с вами, всего хорошего, до встречи!